Хочется приобрести что-то подобное. Человек так устроен, что человеку нравится все красивое. Дело в том, что нас очень культурно обобщил всех Советский Союз. Дело в том, что в Советском Союзе все делалось для всех людей. Но из-за того, что нужно было это делать в большом количестве, то делали как попало. То есть никто не делал вещи красивые. Слово красота вообще в Советском Союзе отсутствовало. Не показывали ничего, что могло бы. И даже запрещали какие-либо произведения. Такие типа модная одежда или модные вики-энд-викенды. Или модные какие-нибудь дни моды. Этого никто не делал. Это все было запрещено. Потому что люди должны были быть все одинаковые. У людей должна была быть любовь. Это одна любовь к партии и так далее. И антиквариат, когда мы рассматриваем, то сталкиваемся с тем, что это делалось как элемент проявленной красоты. Вот смотрите, сталинки, которые настроили в городах и старые дореволюционные дома. Какие красивее? Дореволюционные красивее. А сталинки так себе. Почему так делалось? Потому что очень большое внимание уделялось красоте. То есть когда была конкуренция, то в этой конкуренции участвовали не только быстрота и скорость построения здания, а еще и талант и, наверное, идеология. И, возможно, еще что-то там архитектора и так далее. То есть архитектор приносил и в большом количестве выбора, какой дом построить. Выбирали тот дом, который мог понравиться больше. Поэтому старались украшать дома фигурами, вензелями, какими-либо архитектурными, сложными или усложненными решениями, колоннадами, колоннами, арками и прочим. И точно так же было во всем. То есть человек не мог. Человек приходил и хотел купить ложку. И ему предлагали ложки обычные или ложки красивые. И вот старались делать артели, а из-за того, что в артелях было очень много людей, много артелей было, то старались более художественно подходить. Старались выполнять более красиво, старались выполнять более художественно. Это все развивалось в виде вот такой культуры. Поэтому то, что старинное, как ни странно, гораздо красивее. В большинстве своем очень старые вещи очень часто бывают красивыми. Второе. В старых вещах обычно находится история, которую мы чувствуем. Обычно дорогие старые вещи или дорогие старинные вещи. Они связаны с тем, что старинные вещи могли себе купить только состоятельные люди. То есть человек, который не мог приобрести такую вещь, он не имел высокого заработка. А такие дорогие там картины, живопись или какие-либо предметы старины, их могли приобрестить либо дворяне, либо мещане, которые стали богатыми со временем. И потом передавали по наследству. То есть это фактически вырабатывалось или покупалось классом, которые имели определенный статус. И вот наличие этого статуса передавалось и самому изделию. И очень часто, когда человек покупает антикварные изделия для себя, то у него улучшается материальное благополучие, улучшаются возможности зарабатывания, открываются новые перспективы, появляются новые виды коммуникации и так далее. Вот так это все устроено. Люблю ли я антиквариат? Я люблю красивое. Я люблю красивое. И я люблю жить. И я люблю все, что дает бог, я люблю. А нравится ли мне антиквариат? Не обязательно. Есть очень много компаний сейчас, которые создают прекрасные вещи, которые не уступают антиквариату ни в чем. Есть очень красивые виды посуды, есть очень красивые виды одежды, есть много всего. Если выбирать вот там антикварное или нет, все красивое уже было скуплено до нас. И нам остается покупать то красивое, которое создается в современности. Но мы не расстраиваемся. Почему? Со временем то красивое, что мы купим и будем хранить, останется у нас это красивое в дальнейшем, перейдет по наследству. У меня...